Ребята, всем привет из Калангута, где все very good-то. В общем, сейчас решил пораньше пойти сходить на пляж посмотреть. Сейчас я вышел в пол восьмого. Хочу скупнуться, а потом уже пойти на завтрак, потому что я уже весь сгорел, облазил. А солнце сильное здесь. Их как раз посмотрю, сколько будет людей на пляже. Вот он пляж. И сейчас, смотрю, торговцы не работают. Все закрыты. Ну да, еще рано, где-то начинается открываться там в десяти. Ну туда в девять по-разному. Так, вот пляж, смотрите, туда же ребята вон спят, лежат. У людей, людей так, конечно, маловато. Вот, хорошо. Такое море чудесное, прекрасное. Волны, я уже привык в волнах купаться, мне даже нравится. Плескаться. Сейчас еще можно в бассейн прыгнуть, переодеться и пойти уже на завтрак. Вот так вот начинается утро. Все, вот я уже подошел к отелю, как я в Индию прилетал. Начитался очень много отзывов негативных. Надеялся на худшее. Превзошли все мои ожидания. Индия очень понравилась. Бассейн. Пока никого нет. Потом еще позавтракаю. Сейчас прогулялся, смотрю. Местный, вот, заметил, вообще не курят сигареты. Ну, мало прям очень. Больше туристы. И смотрю, подходят местные к ларьку и берут не по пачке сигарет, а по одной сигарете. Я подошел, поинтересовался, говорю, сколько стоит. Одно сигарет стоит 20 рупий. Бассейн хороший, тоже чистый. Листики только падают и все. Каждый день его чистят. Кайф. Они что-то жуют в основном, вот, как в Китае. Потом плюют и такие красные пятна остаются. Не знаю, как это называется. Еда в отеле повторяется. Вот сейчас такие вот посты. Мне напоминают они, это блинчики. В принципе, вкусные. Джем дают и кофеек. Ребята, в общем, сегодня я вылетаю. Вылет у меня в 8 вечера. А здесь по-другому отели сдаются. Не как у нас, да? Заезд в 12, а выезд в 2 часа. Ну, разница в 2 часа, это чтобы они убрались. А здесь заезд в отель идет в 12, а выезд в 10 утра. Вот так вот. Либо можно доплачивать. Я спросил здесь в отеле, сколько доплачивать. Говорит, 300 рупий один час стоит. Говорит, я сейчас поговорил, решил ставить багаж на ресепшене и пойду гулять. До часов 5 я еще погуляю. Как время есть. Отель мне в целом понравился. Я непривередливый. Самое главное для меня это, чтобы чистая постель была. И чтобы в отеле не воровали. Вот, все хорошо, ничего не воровали. Потому что у меня электроника. Вот. Все отлично. Я багаж сразу упаковал. Чтобы в аэропорту не паковать. Тибетский рынок уже открывается. Сейчас зал 2 магнита. Вагатор. Здесь вот камни, где я был. И зал, получается, Аджуна. Аджуна бич. Это Югуа. Южный Гуа. Агонда. Агонда называется. Пляж. Что-то я перепутал. И у меня какие-то проблемы с флешками. Тоже вода попадает. Она соленая. Сейчас хочу зайти купить. Есть переводы. Написано Western Union. Супермаркеты. Где продаются разные продукты. Товары. Чай там. Ну, где местные покупают. Печеньки тоже недорогие. Вот здесь я как-то ужинал. Классное место. То, что там одни местные едят. И цены хорошие. Вкусно готовят. Вот. Классное место. Рекомендую. А деньги меняйте. Вот я показывал в предыдущей серии. Обменник. Даже я в банке узнавал. Там и то тоже можно поменять. Но курс был хуже. Самый плохой курс в отеле. Сейчас зал. Вот такую вот флешку на 32 гигабайта. Ну, снимать там на час чем-то мне хватит. Вот здесь вот вязал. Мобиль. Мобайл шоп. Вот. Все нормально. Цена здесь написана. Дал 700 рупий. Говорит, все окей. А я раз вам показываю на обратную сторону. Он раз вводит 650. 50 сдачи сдал. Да, смотрите эту цену. Вот обменник самый выгодный. Там уже вот девушки стоят. Деньги меняют. Самый выгодный курс 84,2. До сих пор не меняется даже. Смотрите, ребят, когда машины долго стоят. На улице вот такая вот пыль. Здесь. А потом люди пишут там разные названия. Там я увидел что-то YouTube. Вот так вот. Так что долго не оставляйте машину. Либо протирать ее надо каждый день. Когда вот пандемия началась. С 2 года туристы не ездили. Кто-то вот отель и строил. Три этажа аж. И забросили. А сейчас рады, что туристы приезжают. Вот я был на экскурсии. Когда на лодке нас катали. Он так обрадовался. Стал песни петь. Говорит. Довольный такой. Есть вот заброшенные машины стоят. Но я заметил. Ничего с них не скручивает. Колеса всех целы. Все как бы остается. Не знаю, сколько она здесь уже стоит. А я иду сейчас на пляж другой дорогой. Вообще здесь не замечал как бы воровства. Мне кажется, в голову такого особенно нет. Это если может в других штатах. Я еще соглашусь. Здесь как бы тоже и туристы приезжают. Индийцы, да. Местные. Они богаты. Играют. За деньгами приезжают. Зачем в том, что это воровать? Ну и наверное тоже какие-то наказания будут жесткие. Туристов-то тоже нельзя обижать. Потом начнут говорить и не станут ездить. Обычно это очень строго. Во всех странах. Чтоб туристов не трогали. Самая главная вещь о нигде не оставляйте. Ну если оставите и уйдете, то потом да, вы их не найдете. Даже если поедете на экскурсию где-то оставите там автобусы. Забудете тоже можете потом вещи не найти. Вот самое главное не оставлять. Я в сумку все вкладу. Знаю, что у меня сумка с собой, рюкзак. Там у меня вода. Ну очень удобно носить. Потом я ухожу. Так раз сумку одел, пошел. Какой отель красивый нашел. Прямо море, у пляжа. Тоже трехэтажный. Такой желтого цвета. Сейчас еще, наверное, скупнусь. Время еще много, до пяти часов. А потом я прилетаю в город Алматы. Там жилье сниму пока. Сейчас смотрю, вот частный дом. Здесь нарисован Иисус. И парень шел, говорю, excuse me. My friend, говорю, Иисус спросил, он говорит, yes. И достает крестик, показывает. Я говорю, католик? Я говорю, да. Смотрите, здесь вон местное белье сушит. Посмотрим. Прямо здесь можно посидеть за столиками. О, здесь все это перекрыли прямыми. Подготавливают зонтики. Кто-то там костер жгет, я смотрю. Мы все здесь убирались. Листья пособирали и жгут листья. Но все равно что-то, бутылок много. Вот лежаки. Все разные, конечно, местности. Бутылки они собирают. Стеклянные, пластиковую бумагу. Наверное, недешево сдают, раз они так собирают. Сейчас ушел Джимми здесь. Он в туалет переоделся. Вот он, Шейк Квин называется. Бич Квин. А вот и Джимми, кстати. Привет, привет. Всем привет. Приезжайте в Гоа, да? Да, да. Вот, обращайтесь к Джимми и у него, берите через него экскурсии. Вот, хорошие цены, у туроператоров дороже. А у Джимми дешевле, все четко будет. Все, спасибо, Джимми. Вот, и вот такая здесь дорожка такая ковровая. Вот он, пляж. Здесь тоже людей не так много. Время уже где-то обед. Сейчас покупаюсь, потом пообедаю, еще, наверное, поужинаю. И в часов 5 поеду уже в аэропорт. Где-то вот много людей. Там местные. Вот здесь вот туристы в основном. Но местные тоже могут сидеть. Рыбаки здесь в море. Рыбу тащат. Я там плавал, попросили отойти. Говорят, фиш, фиш, рыба. Такая веревка длинная. Все тащат и тащат, тащат, и тащат. Где их-то рыба? С двух сторон они сидеть и тащат. Здесь и здесь. Что-то рыбы вообще мало. Вот. Мы с вами. Раман Гайду. Санта. Он. Субтитры делал DimaTorzok Бассейн в отеле, хотя в интернете почитаешь, зачем бассейн, когда рядом море, море рядом, но это же не такой бассейн, если взять городской, когда белые стены, белый потолок и еще такой запах хлора сильный стоит, а здесь купаешься, вот такой вид, разные птички поют, плюс на улице такая жара, а здесь так прохладно, ну то есть это совсем другая вещь, другая история. Деревья рассматриваешь, все красиво, цветы, солнышко, видите отели с бассейном. Сейчас зашел пообедать, заказал себе рыбу фиш, вот такой вот набор стоит 149 рупий, это очень дешево, сейчас посмотрим, что принесут, здесь было очень много местных жителей, я здесь ни разу не был. Вообще стараюсь питаться в разных местах, каждый раз что-то новое, что было, какое-то кафе, там шейк, еще что-то, чтобы посмотреть, да, сделать обзор, вот так называется, Гуан классик, сейчас я еще выйду, вам покажу. Здесь можно выбрать также и вегетарианское, потом, я не знаю что, тикен и вот рыба, фиш, а цены, кстати, хорошие, тоже вот по 149, и даже реклама на улице, вегетарианское и не вегетарианское. Что-то наподобие такого я ел, тоже вкусное, но на вид неаппетитное. При заказе пищи нужно будет тоже это подождать, они готовятся свежие, ну везде так, вот супы по 90, все фуд, ну конечно рыба здесь подороже будет, ценник. Вот чикен масал, я тоже часто брал, где-то 200-250, там 300 в шейках рупий, а здесь 149, ну еще посмотрю какая порция, конечно, ну не думаю, что будет маленькая. Вот так выйдет это кафе, плиточка, все красиво, хорошо, когда садишься, включают вентилятор, там вон бар есть, а вот с улицы. Кстати, это недалеко прям от моего отеля, вот ориентир, кстати, автовокзал, прям у автовокзала, можно недорого поесть, куда-то поехать, в предыдущих видео можете посмотреть, я куда ездил. Вот так все выглядит и на местном языке написано по-индийски. Смотрите, ребят, 149, рыбка идет, потом такие две лепешки, рис, салатик, специи, а это не знаю, что такое. Вообще хорошая цена и порция на одного очень даже. Поел, вот бывают такие конфетки со специями приносят, немножко берешь после еды, зубочистки, а я тоже не знаю, что это принесли. Ну вот, чтобы дыхание было свежее, интересно так. Так, что здесь, отель, смотрите, замок, отель-замок. Жу, гуляю по другим улицам, где я еще ни разу не ходил, решил кокосика попить, 50 рублей стоит. Потом сказали, его разрубят. Разрубят. И сказал, чтобы он был мягкий внутри, а не жесткий. Ну, Собка бежал. Тенки. Все, вот мы его разрубили. Он такой мягкий, тоненький, прям очень вкусный. Это, я так, видать, понимаю, они молодые. О, тенки. Здесь отель или что, я не знаю, не написано. Красивый такой дом с балконами. Очень вкусный кокос. Вот, просите, чтобы там был мягкий, а не жесткий. Прям очень вкусный. Я еще думаю, можно мороженое сделать, заказать кокос, чтобы пусть его разрубили, а потом туда мороженое бросить. Будет очень вкусное мороженое. Ребята, вот такой зал мороженое стоит 35 рупий. А у другого спросил до этого, такого у меня еще не было, сказали 100 рупий цена. А спросил, сколько лед стоит, он говорит, 50. Ну, мороженое, лед, да, как вода, что ли, вот. Вообще, лед 10 стоит, такие вот мороженки разные цены. Ну, 35, вот на этикетке написано. А он говорит, 100, тоже будьте внимательны. Вот так вот подъезжает, собирает бутылки. Такие еще интересные ящички сделаны в машине. Все прям аккуратно. И у нас в отеле, везде в отелях собирают. Вот так вот бутылки сдают потом. Я уже в аэропорту, чуть не опоздал. Вот, прошел паспортный контроль, регистрацию, все. Сначала проверяют на металл. Девушки в одну колонну идут. Там у них такая ширма, закрывают парни. В другую колонну идут, вот. Там забирали, я много смотрел. Ну, ножницы, это само, понятно, колющее, режещее, нельзя. Потом электронные сигареты позабирали, зажигалки, притвы забирали, вот. Ну, как-то долго-долго я проходил все. Потом квадрокоптер нельзя ложить в ручную кладь. Там написано все было на вывеске. Кто-то кокос, верст, тоже это нельзя. Говорят, либо его разбиваете, ломаете пополам. Ну, чтобы они расканировали, увидели там, что внутри. Ну, сейчас я поем ММО. Кстати, когда я их покупал, мне сказали 200 рупий. Я говорю, ну, экспенсив. Говорят, 150. Я говорю, 100. Говорят, окей. Ну, вот, 100-100 рупий. Такие вентиляторы мощные, огромные. На потолке. А вот здесь инсталляция рыбаки. Рыбаны рыбачили. Как прям сегодня, вон, ребята. Тоже столько же примерно. Иду на посадку самолет. Смотрите, здесь по рукаву. Я, в общем, сел, мне повезло. 14-й ряд. О, кошка прям сижу. И, кстати, в рюкзаке ручной клади, я бутылку воды забыл. И с ней прошел. Вот подо мной здесь турбина самолета. Набираем скорость, набираем. Е-е-е-е, взлетели. В Гоа. Вечером. Не прощаемся. Сейчас принесли нас ужин. Все берут говядину и предлагают курицу. В Гоа, конечно, курицы все наелись уже. Потом смотрите, питание другое. Когда я летел, было другое. Отмечается. Пироженка. Салат. Овощи, вернее. Кружечка. Что здесь еще? Печенька. И здесь хлеб. Булочка. И принадлежности. Там ложка, вилка. Вот так вот. Вилка деревянная, ложка деревянная. Ножик даже деревянный. Девы раз такое вижу. Все, долетели. Время полета 4 часа 40 минут. Не отличается время. У нас туда долетели тоже было 4 часа 40 минут. Давай садимся. Опа. Опа. Здравствуй, Алматы.